Уважаемые коллеги, мы начинаем с пресс-конференции главы международных политических ведомств России и Саудовской Аравии. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать в Москве делегацию Саудовской Аравии во главе с министром иностранных дел господином Адель Аль-Джубейра. Неделю назад мы встречались в Катаре и с участием госсекретаря США Джону Керри в трехстороннем формате обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего пути урегулирования в Сирии. И сегодня мы продолжили этот разговор в развитии тех пониманий, которые были достигнуты в ДОХе и считаю, что эта дискуссия была весьма и весьма полезной. Ситуацию в Сирии мы рассматривали в контексте общего развития событий на Ближнем Востоке и на севере Африки, в том числе в Ливии, Йемене, в Ираке. У нас общее мнение о необходимости консолидировать усилия в борьбе с общей угрозой, которую представляет так называемое исламское государство и прочие террористические структуры. Это угроза реальная и для России, и для Саудовской Аравии, и для других стран региона и за его пределами. И мы учили в обязательности консолидировать усилия в борьбе с исламом, и для других стран региона, и для других стран региона и за его пределами. Как вы знаете, в ходе встречи в Санкт-Петербурге в июне этого года с наследным принцем Саудовской Аравии, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом, президент Путин предложил подумать о совместных усилиях по формированию международно-правовой основы для создания коалиции по борьбе с терроризмом в этом регионе. Я уверен, что мы продолжим обсуждение этой инициативы. Уже есть некоторые наметки о том, как конкретно двигаться к этой цели. И этот разговор, как я сказал, будет продолжен. С этой задачей непосредственно связаны вопросы, касающиеся выполнения договоренностей по сирийскому регулированию, которые были достигнуты и зафиксированы в Женевском коммунике в июне 2012 года. У нас есть очень много совпадающих элементов в подходах России и Саудовской Аравии к выполнению Женевского коммунике, хотя еще и есть определенные расхождения в том, что касается конкретных путей достижения урегулирования в этой важнейшей арабской стране. В любом случае, мы договорились продолжать практические шаги, согласовали их, которые нацелены на то, чтобы подготовить оптимальные условия для возобновления диалога между правительством и всей сирийской оппозицией под эгидой специального посланника ООН господина Демистуры. Мы обсудили также положение в Йемене, где все более актуальным становится задача прекращения боевых действий между сторонами и налаживания политического диалога. Мы рассказали нашим гостям о контактах между российской стороной и представителями йеменских группировок, о контактах, которые нацелены на то, чтобы помочь спецпосланнику генсекретаря, господину Ахмеду, возобновить переговорный процесс с учетом тех решений, которые были приняты в Совете Безопасности ООН. ... Мы отрели Россию с удовольствием в ассоциальном уровне, которые позволяют русским обладать еминия фамилия. И поэтому с этим длительностью седа Симаилом, чайх Эхмедом, следовательно, для того, чтобы был главный ангелс, который позволяет войскам фамилии, и также проработать в правительство, во власти. Обменялись мнениями и о происходящем в других горячих точках региона, включая Ирак и Ливию. По этим направлениям у нас тоже принципиальные совпадения подходов с нашими саудовскими коллегами. В этом направлении мы уделили задачи преодоления тупика, в котором оказались ближневосточные урегулирования из-за прекращения переговоров между палестинцами и израильтянами. Мы едины в том, что в основе дальнейших усилий должна оставаться арабская мирная инициатива, выдвинутая в 2002 году королем Саудовской Аравии, и что к деятельности квартета международных посредников необходимо активнее привлекать представителей Лиги арабских государств. В связи с достижением договоренности по иранской ядерной программе, мы выразили надежду на то, что в этих новых условиях будут предприняты дополнительные усилия по налаживанию конструктивного диалога между всеми странами присутствующих. В этом направлении мы уделили задачи преодоления тупика, в том, что в этих условиях будут предприняты дополнительные урегулирования из-за прекращения переговоров между всеми странами Аравии и Ираном. Ну и надеемся, что в ходе движения к такому диалогу будут приниматься во внимание положения российской концепции по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, которую мы уже несколько лет как продвигаем в контактах с нашими партнерами, в том числе в Совете сотрудничества арабских государств залива. Мы говорим, что в ходе решения к такому диалогу будут приниматься военнослужащие, в том числе в районе Персидского залива, в том числе в связи с нашими партнерами, в связи с нашими партнерами, в связи с нашими партнерами. Помимо международной проблематики, мы подробно рассмотрели нынешние состояния двусторонних отношений, мощный импульс которым был придан в ходе упомянутого мной визита в Российскую Федерацию в июне этого года преемника наследованного принца Мухаммеда бен Сальмана. Мы обменялись мнениями о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы выполнять достигнутые договоренности в ходе этого визита, в том числе в таких сферах, как энергетика, мирный атом, инвестиционные взаимодействия. Совместные проекты в сельском хозяйстве и гражданском строительстве. Мы высоко ценим то внимание, которое уделяют развитию отношений с Россией, Его Величество Король Сальман, другие высшие Саудовцы. Мы подтвердили приглашение, которое президент Путин направил в адрес короля Саудовской Аравии посетить Российскую Федерацию в удобное для него время. Мы уверены, что такой визит придаст дополнительный импульс на всех направлениях нашего партнерства с Саудовской Аравией. Мы уверены, что мы уверены, что прежде всего Русь Путин, Кадем Харамин и Шарифин, кризису Русь в ходе мунасибы. Мы уверены, что такие зияры будут дать высокий уровень для различных отношений с Россией и Саудовской Аравией. Спасибо. Спасибо. Ваше предисходительство. Я хотел бы в самом начале нашей пресс-конференции благодарить вас за хороший прием, теплый прием и гостеприимство, оказанный мне и сопровождающий меня делегацией. И хотел бы подтвердить наше совместное желание укрепление дальнейшему развитию двухсторонних отношений между Россией и королевством Саудовской Аравии во всех областях. Мы считаем, что нынешний уровень, особенно экономических отношений, экономического сотрудничества между нашими государствами не отвечает весу наших стран на мировой арене. И поэтому руководством наших стран было принято решение активизировать наше взаимодействие во всех странах. Включая сферу безопасности, военные, экономические, политические и другие аспекты наших отношений. И действительно, визит приемника наследнего принца Мухаммеда бен Сальмана был осевым моментом в активизации наших взаимоотношений. Визитаме было предоставлено наше взаимоотношений. Визитаме было предоставлено наше взаимоотношений. Визитаме было предоставлено наше взаимоотношений. Это правовая юридическая база, которая заложена в основу наших отношений. Я имею в виду группу двухсторонних документов, пакет двухсторонних документов, который был подписан во время визита упомянутого выше. А также мы работаем над целой группой двухсторонних документов, которые, несомненно, будут способствовать реализацию наших желаний и целей к активизации наших отношений во всех сферах. Мы с большой надеждой смотрим на визит хранителя двухсторонних короля Сальмана бен Абдул-Азиза в Российскую Федерацию, результаты которых, естественно, дадут дополнительный мощный импульс развитию наших отношений. У нас есть очень много вопросов, я имею в виду, между нашими государствами, которые заслуживают обсуждения и развития. Это и актуальная международная и региональная тематика, и актуальные вопросы двухсторонних отношений, вопросы ситуации в энергетических рынках, развитие нашего сотрудничества в области нефти и много еще других отраслей. То, что я говорил выше, это отражает видение саудовского руководства нашу концепцию, что касается двухсторонних отношений. А сейчас позвольте мне остановиться на тех вопросах, которые мы обсуждали во время нашей беседы с господином Лавровым. Беседа носила глобальный характер, откровенный характер. Мы затрагивали очень широкий спектр вопросов. Есть совпадение наших позиций во многих важных вопросах и проблемах, но есть и некоторые различия в некоторых позициях. И очень мы надеемся на сближение этих позиций в последующих наших беседах, встречах, консультациях. Мы обсуждали кризис в Сирии и подчеркнули важность решения кризиса в Сирии политическими путями. Мы также подчеркнули, что позиция королевства Саудской Аравии по отношению к кризису в Сирии не изменилась. И она основывается, позиция королевства Саудской Аравии, основывается на тех пунктах первой Женевской коммунике. И что в будущем Сирии нет места АСАДу нынешнему президенту. И необходимость, подчеркнули, необходимость сохранения государственных и военных структур после АСАД. И поэтому хотели бы подчеркнуть, что любые информационные сбросы мировых средств к массовой информации, а якобы изменившиеся позиции королевства Саудской Аравии по отношению к кризису в Сирии не имеют под собой почву и основания. И мы говорили с господином Лавровым о необходимости объединения разрозленных рядов сирийской оппозиции на мирной платформе. И чтобы они приняли концепцию решения сирийской кризиса основываясь на Женевском коммунике. И мы очень надеемся на еще больше консультации встреч и обмена мнениями в будущем. Как раз говорили о том, что и обмена структуре данного сирии, и обмена снижения составляют дают и обмена составляет структуральность в сирии авторославного действия за кризису. Мы говорили также о ситуации обстановки в Ирааке и подчеркнули необходимость продолжения поддержки тех реформ, о которых была достигнута договоренность летом прошлого года, с тем, чтобы лишить ИГИЛ основы, а именно использования межконфессиональных противоречий в своих интересах и дать полную свободу и равенство всем составным частям Ираакского общества, чтобы они жили в мире, в равенстве и равных правах. В основе мы говорили о проблеме и о том, что мы связали с тем, что мы связали симствами в Ираке, как и обстранение утверждается, о том, что мы занимались этим помещением, как и о том, что мы говорили, как бы и о каком-то области расчабывает людей, Мы также обсуждали ситуацию в Йемене и подчеркнули необходимость решения в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 16 и говорили о создавшейся гуманитарной ситуации Йемене и необходимости консолидации усилий международного сообщества, в том числе с участием России, для облегчения условий жизни простым йеменцам. كان هناك اتفاق وتفاهم حيال أهمية دفع العملية السلام في الشرط الأوسط إلى الأمام وأهمية إيجاد حل هذا النزاع الذي طال أمده على أساس مبادرة السلام العربية وعن طريق إنشاء دولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية يعيشين جنبا إلى جنب في أمن وسلام واستقرار. وبحثنا بعض الأفكار في كيفية إعادة تفعيل عملية السلام في هذا الشأن وسنستمر في هذا الموضوع. عبرت لمعاليه عن تقدير المملكة العربية السعودية والدول العربية لموقف روسيا على مدى أكثر من 60 سنة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في محاولة لقل هذه الأزمة. И мы у нас во время консультации переговоров наблюдалось полное совпадение взглядов относительно необходимости дать импульс мирному процессу на основе арабской мирной инициативы с тем, чтобы были созданы два государства, которые будут существовать рядом и мирно существовать рядом и безопасности. Мы также хотели бы выразить свое уважение и высокую оценку позиции Российской Федерации, которая в течение 60 лет оказывает помощь и поддержку в решении справедливого дела палестинского народа и всеобъемлющего решения палестинской проблемы. Субтитры создавал об этом, и всеобъемлюсье, и всеобъемлюсье с тем, что мы хотели бы выразить, и всеобъемли, и всеобъемли, и всеобъемли, и всеобъемли. Субтитры создавал об этом, и всеобъемли, и всеобъемли, и всеобъемли, и всеобъемли. Субтитры создавал об этом, и всеобъемли. Субтитры создавал об этом, и всеобъемли. Мы обсуждали вопрос борьбы с терроризмом и экстремизмом, который представляет угрозу всему мировому сообществу, в том числе Королевству СССР и Российской Федерации. Мы обсуждали возможности сотрудничества сил безопасности для того, чтобы противостоять этой угрозе. Мы также обвинялись мнениями, сложився ситуации после достижения договоренности в формате 1 плюс 5 в области иранской ядерной программы. У нас состоялся очень плодотворный и конструктивный разговор с господином министром. Мы очень ценим его открытость. В процессе беседы и разговора мы еще больше начали понимать друг друга, пришли к еще большему взаимопониманию по целому вопросу. И мы очень надеемся, что наши переговоры, консультации будут иметь хорошее продолжение. В конце я хотел бы подчеркнуть стремление, искреннее стремление руководства Саудскую Аравию к всесторонному развитию двухсторонных отношений с Российской Федерацией. Переходим к вопросу, уважаемые коллеги. Пожалуйста, Аль-Арабия. Мы за наоборот с телеканала Аравия. Вопросы к Абимиристарам. Институт президент России Владимир Путин по созданию региональной международной альянс, это было уже обсуждалось в Духе, еще сегодня. И до сих пор есть неясные, много вопросов вокруг нее. Первый, обсуждалось ли участие в Сирии, поскольку инициатива Владимир Путин предлагала структуру, в которую входят Турция, Саудская Аравия и правительство Сирии. Обсуждалось ли участие в Сирии и к каким результатам пришли. Потом, в институте, какие пункты действительно имели разные классы между вами, поскольку есть много, конечно, пунктов, которые есть совпадения, мы об этом знаем. Моя лео, в зире, Аль-Арабия, الحмодиллаху саляма, суалий, хаул мубадрата рейс Путин, المتعلقة بتшкейли тахалов дауле-эклими. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. 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 ... 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 Что касается международной коалиции или международного фронта борьбы с терроризмом с участием Турции, Саудовской Аравии, Ирака, то я хотел бы сказать, что этот вопрос не ставился с нашей стороны. Что касается борьбы с терроризмом, то такая коалиция, антитеррористическая коалиция существует сейчас в данный момент фактически в Сирии и в Ираке, и Саудовская Аравия участвует наряду со своими соседями, союзниками по Совету Сотрудничества в этой коалиции. Мы считаем, что Башар Ашад составляет часть проблемы, а не часть решения сирийской кризисы. Мы считаем, что основным источником, основной причиной возникновения Исламского государства, Игиль, явилось как раз и поведение Башара Асада, поскольку он свое оружие направил не против Игиль, а против своего народа. Поэтому не видим мы в будущем место Башара Асада в решении в будущем Сирии. Крыму, как и сказали, мукувы публикует от Руси,... Мукувы публикуетом Шири, в будущем Башара Асада в частности в России. Это, башар Асад, в частности, не объем. Мукувы публикует ответ на другие методы, которые мы видим в том, в materiaisах у сирии. Их сделала Финифа и область Украины в России. И область финифа и областью в Сирии. Мы в Королевской Аравии заявляем, что позиция, наша позиция неизменна, что касается сирийского вопроса, сирийского кризиса. Мы считаем, что основой решения сирийского кризиса является первое Женевское коммунике, и мы подтверждаем свою позицию о необходимости сохранения государственных институтов. Но главное – это провести, обозначить переходный период и определиться с выбранными властями, которые уже будут определять функцию вооруженных сил, куда направить их. – Несмотря на существование некоторых различий в наших подходах к путям решения сирийского, у нас есть совпадение позиции о необходимости объединения всех сирийских сил для определения будущего Сирии. – Мы в мультизмении в Меморских Аравии в муásземе аналитарта и стремление срока всех остальных мест. – Мы состоим в этого снижении сирийских атмосфер, который состоит в отношении сирийского космосащих boss, мы представляем что-ка с duas международной чеки и сирийского кризиса, мы рассматриваем силы с исчезаем минусом на лаборатории, мне кажется, что это очень очень enjoyed, и у нас есть сирийским кризисом, и у нас есть с южным кризисом, и у нас есть сирийского кризиса, и у нас есть сирийского кризиса, и у нас есть сüfus, и с Delbertейской Аравии то есть с US, И хотел бы также заявить, что Королевство Саудской Аравии четко придерживается своей линии антитеррористической борьбы. В этой борьбе наша страна тесно сотрудничает со всеми дружественными странами, в том числе Российской Федерации. Потому что мы прекрасно понимаем, что те боевики, независимо от того, откуда они прибыли на территорию Ирака, из России или из Саудовской Аравии, после возвращения будут представлять большую угрозу национальной безопасности. Поэтому мы прекрасно понимаем необходимость сотрудничества в этой области. Добрый день. У меня два вопроса к российскому министру. Сейчас идет подготовка к широкой встрече в Москве по сирийскому регулированию. Когда она состоится, и запланировали ли у вас какие-либо контакты с представителями и координаторами Национальной коалиции оппозиционных сил Сирии? Второй вопрос касается Великобритании, которая поддержала предложение Франции о добровольном отказе от применения права в ВЕТО в случае, когда требуется принятие срочных мер для пресечения массовых преступлений. Как вы могли бы это прокомментировать? Спасибо. Спасибо. Мы не планируем никакую широкую встречу сирийской оппозиции. Это, наверное, какая-то неверная информация. Мы провели две встречи в феврале и в апреле. Сейчас мы продолжаем контакты уже на индивидуальной основе. И в ближайшее время к нам должны приехать некоторые руководители отдельных оппозиционных группировок, включая председателя Курдской партии демократического единства «Муслима», включая члена комитета так называемого «Каир-2 Манаа» и руководитель Национальной коалиции. Господин Ходжи также имеет приглашение. Эти визиты не являются частью какой-то общей коллективной встречи. Они, повторю, на индивидуальной основе запланированы. Мы не можем найти никаких развитiggений для тех, кто-то пройдет до конкурата. Продолжение следует... 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 в одностороннем порядке провоцировать какие-то скандалы. WEMPER АКУПАВАВАНЕО ЛАБУДА ЛАНУХАВОЛ Іثارة المشاكل المستن��. В ДАБУДА ЛАНУН НАНО ТЕШЕБС administrainti страховую нагрузку. для того чтобы проверить результаты. מяснюю ситуацию, как на программу Ирана Невера, и с теми каком-то снижением ГИМЕАИя. Мы понимаем, что эти гаги будут выполнять гаги и сильными, но в результате она будет полезным. Вопрос к министру Саудовской Аравии. Скажите, пожалуйста, готова ли Саудовская Аравия закупать французские вертолетоносцы класса «Мистраль», а также насколько перспективным Вы считаете военно-техническое сотрудничество в России и в каких направлениях? И готова ли Саудовская сторона закупать ракетные комплексы российский «Искандер»? Вопрос к министру Саудовской Аравии закупать французские вертолетоносцы «Искандер»? Вопрос к министру Саудовской Аравии закупать французские вертолетоносцы «Искандер»? Вопрос к министру Саудовской Аравии. Вопрос к министру Искандерсия Саудовской Аравии закупать французский вертолетоносцы свои борьбы заходя за французские вертолетоносцы Спасибо за вопрос. Как я уже говорил, что Саудская Аравия настроена на активизацию отношений во всех областях и сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе военной области. Сейчас происходит интенсивный контакт между военными делегациями специалистами двух стран и обсуждается широкий круг предполагаемых видов вооружения из Российской Федерации, в том числе упомянутый вами ракетный комплекс «Искандер». Саудская Аравия. Мы при этом исходим из того, что концепция Саудской Аравии закупать самое лучшее, что есть в мире, в том числе в сфере вооружения. Мы хотим обеспечить свой народ гарантированной защитой и в том числе самыми лучшими видами вооружения российского производства. Сейчас идут очень, как я уже сказал, активные контакты между нашими военными ведомствами по предполагаемым покупке видов вооружения. И я думаю, что в ближайшем будущем уже это принесет свои плоды. В этом нескольке. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, что последние два месяца было несколько визитов военной делегации Российской Федерации, были усилены контакты, предметные разговоры по определению типов и видов вооружения, которые войдут в будущий военный контракт с Российской Федерацией. И я уверен, что такой контракт в ближайшее время будет подписан. Мы очень ценим тот конструктивный подход, который проявляет российская страна в разъяснении преимуществ того или иного вида вооружения, которое в перспективе может Саудская Аравия закупить. Телеканал МБС, Кадар, пожалуйста. Суспелы. 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 Наша позиция остается неизменной в соответствии с Женевским коммунике номер один. То есть необходимо создать переходный совет, который будет располагать всеми полномочиями по проведению всеобщих выборов и других мер, которые обеспечить будущее Сирии без Асада. Саудия, я не знаю о ракахах Саудии. Есть вопросы, которые были выражены на мировые годы, что-то есть, что-то есть, что-то есть, но я не знаю о том, что я не знаю о том, что в Саудовском плане или проекта, предоставленного для представляющей концепцию Саудской Аравии по решению сирийской проблематики, то такого письменного документа не существует. Если существовал, я, как министр иностранных дел, должен был знать первым. И не все, что упоминается средств массовой информации, является правдой. А что касается коалиции, где бы, предположительно, участвовали коллеги. с Саудской Аравией и правительством Сирии, то это, я думаю, что надо исключить. В наших планы это не входит. И господин мой коллега, российский коллега, господин Лавров мог бы объяснить, наверное, и российскую позицию по этому вопросу. Но что касается борьбы с терроризмом, экстремизмом в нашем регионе, то у нас полное совпадение взглядов. Как вы говорите, у нас есть перешече. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы имеем ввиду очень простую вещь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И мне бы очень не хотелось Чтобы кто-либо из влиятельных стран Так или иначе вовлеченных В события вокруг сирийского кризиса Надеялся на то, что проблема Башар Асада может быть решена военным путем Потому что единственный способ Такого военного решения Это захват власти Исламским государством и прочими террористами Я не думаю, что кто-то этого хочет И не хочу Чтобы выгонять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И чтобы выгонять Раиса Башар Асада Субтитры сделал DimaTorzok Потому что это Субтитры сделал DimaTorzok Мы сегодня говорили о том, что Башар Асад не угрожает Наверное Можно говорить о том, какие Проблемы внутри Сирии Возникли и продолжают обостряться Но Башар Асад не угрожает Ни одной соседней стране А ИГИЛ не просто угрожает Ираку, и Сирии, и Саудовской Аравии Заявляя об этом публично Он составляет какие-то карты Вот этот вот механизм террористический От Испании до Пакистана Поэтому здесь надо Все-таки нам всем Соизмерить масштаб угроз Башар Асад В этом Когда мы поговорим о Мешакле 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 Башар Асад В Сирии Нажимаем Сирии Не уважаем Идите Ни одной из городов Сирии В них Дайш В основном Для区 Ирак Сирия И Саудия Идите Асад Идите 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 Воскресенье Идите 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 В Первый вопрос, который дама задала, касался вопроса о том, какие противоречия между Россией и Саудовской Аравией по Женевскому коммунике от июня 2012 года. Отвечаю сразу, противоречий нет никаких. И в Саудовской Аравии мы выступаем за полное выполнение Женевского коммунике, включая, как там записано, создание переходного управляющего органа, которому перейдет вся полнота исполнительной власти. И состав такого органа, решение о его создании должен быть определен на основе общего согласия между правительством и всем спектром оппозиционных групп. Женевский коммунике был одобрен принятой консенсусом резолюции Совета Безопасности ООН, а резолюция Совета Безопасности обязательна к исполнению. Поэтому тут даже спорить не о чем. И сегодня мы, в общем-то, занимались тем, что сопрягали наши усилия, которые призваны создать оптимальные условия для начала вот того самого диалога о полном выполнении Женевского коммунике. Спасибо большое. На этом заканчиваем пресс-конференцию. До свидания. Спасибо. Спасибо. Я еще раз хотел бы поблагодарить моего российского коллега господин Лаврова за гостеприимство, за теплый прием. И хотел бы еще раз подчеркнуть, что государство нацелено на развитие дальнейшей активизации усилия во всех областях, что отвечает интересам двух стран. И, насколько вы поняли, насколько открыты были наши дискуссии. Это открылось, передалось и на нашу пресс-конференцию. Мы считаем, что самое главное, что у нас самые общие стратегические цели. Мы различаем. И мы считаем, что... Мы считаем, что любые плодотворные контакты и отношения они базируются на транспарантности и открытости разговоров, консультаций. И вот эти консультации, которые прошли именно в этом духе, дают нам надежду на еще большее сближение наших позиций. Я тоже хотел поблагодарить моего коллеги и друга господина Лаврова за то, что он предоставил такое условие для проведения консультации и проведения вот такого открытого разговора. И мы будем надеяться на еще больше честных контактов в будущем. Я полностью подписываюсь под всем, что сейчас было сказано. Спасибо. Спасибо.